есть две функции две которые нужно сделать родителям основные первое это научить научить как ну дать образование высшее помните вот эту нашу иллюзию ссср когда мы думали что если мы высшее образование дадим то у нас все будет хорошо принципе в жизни и мы несем многие еще до сих пор ну там другая страна была другие другие реальности научить жизни в плоскости вот этой о которой мы говорили социальной потому что мы хотим жить себе подобными чтобы нам было комфортно так или нет потому что основная задача выздоровления получения удовольствия от жизни потому что если нет удовольствия то грошится на вообще всем нашим размышлениям там потугам и действия животном мире птицы кормят своих птенцов до тех пор пока не научат их летать и добывать пищу самостоятельно волки например обучают свои детенышей сначала ходить потом охотиться и возможно становиться вожаками в мире людей родители обязаны обеспечивать своих детей пищей одеждой и кровом до тех пор пока те не получат от них образование в широком смысле этого слова подразумевается что к совершеннолетию дети должны обучиться собственным навыкам обеспечения себя едой одеждой и кровом затем при получении дальнейшего образования и жизненного опыта уметь обеспечить не только свою жизнь но и жизнь уже собственных детей и стареющих родителей при заболевании химической зависимостью люди либо никогда не умели обеспечивать себя жизненно необходимыми вещами так как их в семье не обучали этом либо утратили эти функции вследствие болезни в момент прекращения употребления наркотиков или алкоголя эти функции не восстанавливаются и не приобретаются автоматически но они жизненно необходимы именно поэтому качественные профессиональные программы реабилитации обязаны предоставлять своим клиентам не только инструменты для обретения поддержания пожизненной трезвости но и предпрофессиональные навыки жизни без психоактивных веществ программе решения родственникам зависимых которые проходят курс восстановления от наркомании и алкоголизма предлагаются обширные программы помощи целью которых является построение новых более здоровых и функциональных отношений в процессе реабилитации и после ее окончания мы к этому идем и мы это получаем наша задача жить себе подобное когда давайте мы задумаемся мы хотим быть окруженными людьми какими ну мы хотим чтобы люди рядом с нами были предсказуемыми так или нет ну так так мы хотим если человек сказал да это да если человек сказал нет это нет если человек сказал сделаю сделал мы хотим чтобы окну нас окружали люди легкие мы хотим чтобы нас окружали люди с чувством юмора мы хотим чтобы нас окружали люди деликатные, которые могли бы нас принять, и так далее. И поэтому мы окружаем себя примерно похожими на себя людьми. Но, для того, что это основная задача, которую нам нужно передать из поколения в поколение. Но, из-за того, что мы в тех поколениях не получили этой информации о том, как жить здесь, не потому что мы плохие или хорошие, или не захотели отдать, а потому что просто не получили, отдаем то, что можем отдать. Я не видел ни одного родителя, который бы хотел в зла своему ребенку, не видел. А видел очень большие ошибки этих родителей. Все вымощено благими намерениями, и нигде так не паразитирует заболевание, как на материнском сердце, друзья. Нигде. Если родители в свое время не получили информацию от своих родителей о том, как вести здоровую, счастливую и благополучную жизнь, то что удивляться, если их дети не будут знать этого? Самая банальная ошибка современных родителей – это практическая ложь. Можно говорить ребенку правильные слова. Но какой в этом смысл, если пример жизни отца с матерью утверждает обратное? Яблоко от яблони недалеко падает, говорит народная мудрость. В священных писаниях говорится, что дети отвечают за грехи, то есть ошибки своих родителей. Здоровые дети могут вырасти только в здоровой семье. В дисфункциональной семье в первую очередь страдают дети, как самые слабые незащищенные элементы этой системы. Выздоровление от химической зависимости всегда начинается с изменения отношений к проблеме самому развитого элемента семейной системы. Чаще всего это тот человек, который обращается за помощью к профессионалам, а затем выполняет наши рекомендации. И в данный момент читает эти строки. Браво! Этот комплимент вам! Потому что даже вот в этом обществе, когда человек падает, когда от него все отказались, остается измученная мама. Субтитры создавал DimaTorzok